Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. У человека случился внезапный приступ эпилепсии. Ну, как это понять? Внезапное. Ну, вы знаете, что вообще-то в жизни все происходит в первый раз. Человек знакомится с любым заболеванием в первый раз. И эпилепсия тоже самое происходит у человека в первый раз. И может даже человек не понять, что с ним произошло. Вот. Потому, если вы застали человека, у которого вот наступил один из первых приступов эпилепсии, вы можете ему помочь воздействуя на точку ВГ-4 минимума. У Скотта сказать, вот так вот вы просто преподали, что раз и можно от эпилепсии раз и излечиться. Нет. Заметьте, мы не сказали, что вы воздействуете на эту точку и вы вылечитесь от эпилепсии. Нет. Но вы можете предотвратить вот этот вот тяжелый приступ, внезапный приступ эпилепсии, который что? Навредит организму человеку, либо принесет в организм человека постоянные приступы эпилепсии. Некоторые авторы говорят, что первый приступ эпилепсии происходит ночью, во сне. Ну, все авторы описывают приступы эпилепсии по-своему. Но помните, уважаемые зрители, данная лекция, прежде всего, несет информационный характер, что если у человека застал, допустим, частые судороги, а потом приступ судорожный очень схватил, то, пожалуйста, не ждите больницы, не ждите, пока миспредит скорая помощь, не ждите, пока мисчеловеку внесут на, скажем так, на носилках или еще. Пожалуйста, сразу же работайте с точкой ВГ-4 минимума. Почему с ней нужно работать? Потому что она что? Есть дверь судьбы. Она возвратит человека к судьбе. Она даст ему жизненный потенциал, жизненную энергию, выработает иммунитет сразу против этих, скажем так, приступов. Конечно, кто-то высмеет мое видео и скажет, ну, вот у вас так просто все. Вы знаете, не просто. Не просто. Но каждый человек, зная и чувствуя свою судьбу, свою судьбу, каждый человек, он догадывается, располагает, немножечко смотрит интуитивно вперед и понимает вообще свое предназначение в жизни. Поверьте, только слепой человек не видит себя в этой жизни. Только слепой. Даже слепой тот человек, простите, не обидит никого, вот, тоже видит свою судьбу в жизни. Так вот, потому если человек чувствует, что с ним начинает происходить что-то непонятное, какие-то непонятные частые судороги, вот, происходят. Потом половину судорогов, то есть тело постигло в судороге. Потом захватило практически все тело судороги. Не ждите, не ждите. Работайте с точкой VG4, которая поможет не состояться внезапному приступу эпилепсия. А если уже он посетил человека, то при работе с данной точкой, что вы просто-напросто не дадите этому приступу вселиться в человека. Сразу же выработайте иммунитет. После этого необходимо сделать диагностику, посмотреть, конечно же, от какие меридианы слабенькие, и вместе с данной точкой восстанавливать меридианную систему человека, энергетическую систему человека, иммунитет человека и так далее и тому подобное. Спасибо за внимание.